289 день войны сегодня главная новость главное что обсуждает это подробности операции длинная рука проведенной израильскими ввс против йеменских хуситов произошла она вчера в таком экстренном видео я вам рассказывал о том что она происходит вот на тот момент когда мы его записывали сейчас появилось уже довольно много подробностей нужно о них рассказать плюс произошли очередные там определенные события например ввс помимо йемена в ливане накрыли очень большой склад с оружием хизбаллы и международный суд он он осудил израильскую оккупацию западного берега и восточного иерусалима и потребовал ее немедленно прекратить там это вот кстати отдельная история не нужно будет сейчас чуть-чуть поподробнее рассказать обо всех этих новостях не только я вам сейчас расскажу в очередной сводке всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале не забывайте пожалуйста поддерживать мои видео это очень важно лайкайте подписывайтесь на канал если еще не подписаны комментируйте включайте уведомления это все помогает продвигать видео предлагать его большему количеству пользователей говорить им о том что видео интересно имеет смысл его посмотреть можно помочь каналу финансово задонатить на его регулярную успешную работу кнопка супер спасибо две платформы бусти и патреон ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на ю тубе все это важно все это нужно и огромное спасибо всем кто это делает и так операция ввс называлась длинная рука решение о ней было принято накануне то есть в течение суток было принято решение и проведена подготовка к операции ввс в этом смысле продемонстрировали такую очень высокую мобильность к проведению подобного рода сложных акций акция была более чем сложная почти за две тысячи километров от территории государства ввс нанесли высокоточные удары по заранее разведанным целям участвовала в атаке порядка 20 самолетов включая самолеты заправщики и американцы европейцы говорят что вообще никого отношения к этой операции не имели они сто процентов были поставлены в известности и и проведение но они говорят о том что не какие там итальянские заправщики никого не заправляли ты или заправщики западной коалиции имеется ввиду воздушные это сделали кейси 130 израильских военно-воздушных сил которые мы не так давно получили из америки самолеты прошли над красным морем до заправились они все время меняли высоты на которых шли то на сверх малых то на сверх высоких что называется это все сделано было для того чтобы запутать вот потенциального противника возможно который мог бы самолеты обнаружить возможно поставили в известности саудитов потому что часть полета могла проходить над в воздушном пространстве саудовского королевства и вот после чего собственно нанесли удары судя по сообщениям арабских медиа порт хадейда выведены строя то есть порт хадейда сейчас не функционирует там продолжают бороться с пожарами но не сильно пока успешно пока вся нефть не выгорит видимо этого не произойдет почему были выбраны именно эти цели порт хадейда это единственный порт на красном море который контролирует усит и через который хуситом поступало оружие от ирана вот это был главный источник главная артерия через которую иран снабжал хуситов своими вооружениями кроме того хуситы активно занимались контрабандой нефти в емине есть месторождение нефти они ее там поставляли на всякие внешние рынки все это происходило через порт хадейда в том числе и в общем вот он и был выбран в качестве такой приоритетной цели там же располагались и склады с оружием намеченные цели были поражены как выяснилось разведка оман это военная разведка которая подчиняется генштабу она в течение нескольких лет уже активно изучала движение хуситов у движения ансарала их возможности их инфраструктуру их склады где чего располагается и так далее и тому подобное и буквально готовила в емине банк целей принципе уже понимали что рано или поздно с хуситами которые американские прокси которые сидят вот на этой артерии красное море эйлад советский канал и так далее нам придется так или иначе столкнуться и поэтому ввс так быстро и сумели подготовиться к операции уже был банк целей заранее подготовлен выбрали нужный полетели разбомбили вернулись вся операция заняла там много часов то есть ну порядка наверное 8-10 часов все это происходило судя по всему атакующая группа состояла из 8 самолетов f-35 и было 5 самолетов f-15 которые держались другом эшелоне и прикрывали тех кто сбрасывает бомбы но понятно что бомбы сбрасывают час таких высот по заранее заведу разведенным координатам что никакая пво их там заметить даже близко не могла хуситы ожидаемо начали рассказывать о том что поражены были исключительно больницы и роддома оказалось что есть такой минздрав йемена вот нежданчик такой да как минздрав газы так вот и минздрав йемена который там начал рассказывать какие-то ужасы там а не знаю сотнях убитых женщин и детей но все это не подтвердилось четверо или пятеро убитых и порядка 80 раненых что для налета такого масштаба согласитесь это очень и очень мало то есть налеты были проведены с хирургической буквально точностью никакие там больницы роддома естественно никто не бомбил электростанцию разбомбили это правда но для того чтобы она вот не снабжала электричеством хусида в том числе и порт хадейда потому что порт хадейда использовался в том числе для нападения на корабли потому что надводные и подводные дроны хуситов которые они используют для атак вот в частности для последней атаки на греческий танкер они базируются в порту хадейда и вот собственно он и подвергся этому удару в общем и целом операция признана более чем успешной название у него понятно откуда берется ввс в израиле всегда считали такой длинной рукой яд а рука так на иврите звучит название этой операции и вот 2000 километров в одну сторону преодолели израильские самолеты то есть 4000 километров они проделали с дозаправками в воздухе это в том числе сигнал ирану потому что пораженный порт хадейда на 200 километров ближе к местам базирования наших самолетов чем тегеран например и что в случае чего израильские самолеты вот если 10 самолетов до атакующих там ну 15 наворочили вот таких дел в порту хадейда представьте что и будет 150 то есть всю нефтяную инфраструктуру ирана можно вынести в один налет буквально можно вынести и ядерную инфраструктуру тем более что от блин кендавича сказал о том что ирану остается две недели до изготовления ядерной бомбы то есть в принципе если считать вот этот налет на хадейду репетиции удара по ирану то он более чем успешный и возможно я сейчас не не утверждаю но возможно это как-то вдохновит израильское руководство на то чтобы действовать более решительно не ждать всех концов прекрасно понимают где голова змеи где главная раковая опухоль она в тегеране усиды хизбалла хамас и прочее 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 все эти там про иранские шиитские ополчение милиции банды и так далее это все метастазы опухоль находится в тегеране там причина болезни там ее корень если корень выбрать то все остальное там быстро отвалится и заживет что называется потому что без поддержки ирана без прямой поддержки оружием деньгами информации и так далее них уси ты не хизбалла ничего из себя представлять уже не будут они конечно там какое-то время будут сохранять свои возможности там тоже хизбалла например но без поддержки ирана им будет очень и очень тяжело не сладко плохо и так далее поэтому посмотрим как это все будет развиваться прямо любопытно решится ли наше руководство на прямой удар по ирану но я подозреваю что в ближайшее время вряд ли во всяком случае вот не то не агу летит сейчас вашингтон может быть он это будет обсуждать кстати с байденом посмотрим последим за этой историей стоматологическая клиника magic touch одна из старейших на юге страны празднует свое двадцатилетие и услугами пользуются семьи и целые поколения приходите здесь вам подарят красивую улыбку в честь своего двадцатилетия клиника magic touch объявляет о беспрецедентной скидке в 20 процентов если у вас есть проблемы с зубами неудачный опыт лечения и протезирования зубов в прошлом серьезная проблема с костью то вам в клинику magic touch ваш доди профессионализм это magic touch решение для сложных случаев это magic touch красота и здоровье ваших зубов это magic touch техника 3d протезирования это magic touch гарантия качества это magic touch по окончанию лечения и протезирования клиника magic touch предоставляет вам письменное гарантийное обязательство на 5 лет на импланты и коронки до 36 беспроцентных платежей это тоже magic touch по промокоду auslender дополнительная скидка 5 процентов скидки в честь двадцатилетия будут действовать течение всего лета ну хуситы тоже отреагировали на все это дело ясное они значит начали по-прежнему угрожать израилю там массированными обстрелами и вчера действительно зенитно-ракетный комплекс хэдс-3 перехватил баллистику которая летела над красным морем сторону израильного перехвачена задолго до подлета даже к израильскому воздушному пространству в эйлате была тревога потому что была опасность падения обломков если ракета проскочит ее будут перехватывать комплексами средней там дальности например но перехват был осуществлен далеко там где-то над красным морем в общем хуситы правда читались запустили там чуть ли не полтора десятка ракет вот как водится 1 долетела еще 14 куда-то там делись по дороге ну для них это в общем обычная история короче говоря хуситы говорят что не прекратят ни пиратство в красном море не атаки на израиль до прекращения войны в газе понятно что одним налетом даже таким эффектным и мощным как вот налет на хадейду с хуситами не справишься потому что у них до черта людей в йемене одна из самых высоких рождаемости в мире народ там абсолютно бедный нищий голодный если есть возможность работать у хусита все пойдут работать вкусе так или иначе тут ничего с этим не поделаешь оружие у них тоже много йемен это один из таких мировых центров контрабанды оружия даром их там иран столько лет накачивал всякими вооружениями есть у них ракеты и беспилотники чувствительность потерям как я уже сказал крайне низкая рассредоточенность большая то есть по идее израиль конечно в одного вот такую прямую войну с хуситами не вывезет опять же прямой войны не будет потому что мы с ними слава богу не ограничим но вот такими периодическими налетами можно их наверное как-то приводить в чувство более менее но в целом нужны вот усилия общие такие большие усилия коалиции западной там того же израиля и так далее кстати первые удары по йемену который наносила западная коалиция сша с британцами основывались в том числе на израильских разведдам то есть тут в этом смысле наша разведка конечно показала себя вполне себе прилично как раз во вчерашнем видео я говорил о том что генерал курилла это командующий центральным командованием сша отвечающим за ближний восток ругался там с вашингтонскими начальниками что нужно уже начинать воевать с хуситами по взрослому потому что они парализовали судоходство американская армия американские вооруженные силы не имеют возможности бить по ним в полную силу только вот чуть-чуть только вот здесь на каждый удар надо получать там отдельное разрешение так далее чуть ли не лично байдена короче говоря какая-то полная бредятина и давайте вы нам уже разрешите возможно вот этот удар который провел израиль был тоже в рамках вот этой концепции что нужно вот увеличивать давление на хуситов глядишь они как-то немножко это придут в себя во вчерашнем видео помните я говорил что сейчас сто пудов он выразит озабоченность по этому поводу вот прям ждем и таки выразила за распространили заявление от имени гутерриша этого старого такого ненавистника израиля который крайне озабочен израильским ударом по хуситам значит из этого же заявления там его публикуют различные медиа израильские бомбы опять попали значит в мирные объекты исключительно что топлива в нефтехранилищах в ходэйде предназначалась только для роддомов больниц там не знаю детских садов и так далее и не использовалось вообще ни на какие другие цели и что через разрушенный порт поступали медикаменты и продовольствие для голодающего йемена почему блин йемен голодает да почему хуситы террористы признанные террористами во многих странах мира контролируют порт через который поступают медикаменты и продовольствие и так далее и тому подобное вот об этом как бы гутерриш ничего не сказал в своем заявлении как не сказал ничего о том почему хуситы долбят баллистическими и крылатыми ракетами по кораблям в красном море абсолютно мирным которые плывут там по своим делам и обстреливают регулярно израиль кстати в том числе израильский город эйлат вот об этом гутерриш это старая не выразил никакой буквально озабоченности ему плевать конечно все это дело да у него какое-то прям особое такое отношение к израиле ну и последнее про эту историю что скажу выяснилось что в иране вчера был такой сильнейший сбой gps в тот момент когда израильские самолеты начали подниматься в воздух видимо в больших количествах иранцы за этими вещами тоже следят тут что там говорить такие вещи трудно скрыть то в тегеране вырубила весь gps то есть они таким образом заглушили gps думая что сейчас летят бомбить тегера боятся это правильно это хорошо так и должно быть но тут надо их огорчить дело в том что израильские самолеты когда работают по целям они используют не gps там используются другие немножко системы и глушить gps не глушить gps навигаторы работать не будут а бомбы то прилетят как раз туда куда нужно так что вот в этом смысле иранцы совершенно зря это сделали там чуть-чуть осложнив жизнь своим гражданам но это не поможет в случае чего другое дело что этот налет был направлен не против ирана но тем не менее вот бояться и это уже хорошо ну и вкратце о других новостях объединенные арабские эмираты согласились участвовать своими военными в послевоенный как бы в послевоенном устройстве сектора газа там еще продолжаются боевые действия израильские танки там дошли уже до окраин рафиэха окончательно имеется ввиду их западные окраины полностью то есть город плюс-минус контролируется полностью израильской армии так вот эмираты согласились участвовать своими военными и египет тоже но всем этим должны рулить соединенные штаты я так помимо платить за это должны соединенные штаты вот это подразумевается то есть это уже вырисовывается после военная картинка устройства газы что там будут находиться миротворческие контингенты вот частности военные эмиратов и военные египта под руководством там соединенных штатов окей появляются уже какие-то решения это хорошо на севере израильская авиация нанесла исключительно точный удар по городу адлон в ливане адлон это на берегу моря он находится в 15 километрах севернее сайды тоже грубо между сайда и беру там находится этот город вот попали в склад с боеприпасами и ливанцы точнее ливанский медиа написали чтобы склад с аккумуляторами почему аккумуляторы вызвали такую сильнейшую вторичную детонацию еще и с разлетом таким характерным для вот нештатно срабатывающих ракет на складе когда видно как они с шипением там разве аккумуляторы такие были они конечно не объяснили но судя потому что вот на данный момент все еще продолжаются пожары детонации склад то этот был какой-то такой исключительно большой и вот израиль его разбомбил в целом же там опять продолжается обмен ударами мощные обстрелы севера продолжаются десятки ракет в день мы бомбим ливан но в целом пока ситуация там особо не меняется то есть нет никакого как бы продвижение ни в сторону замерения не в сторону эскалации то есть увеличение как бы всего этого дела перехода там полномасштабной войне и так далее пока все вот осталось как есть ну и в конце обещал сказать про международный суд оон он там принял решение очередное что израиль незаконно оккупирует палестинские земли с 1967 года должен их немедленно значит освободить и выплатить репарации репарации люди знают вот юристы вроде как международный суд какой вообще репарации репарация это проигравшая сторона выплачивает победителю стране победителю да и так далее репарации вообще имеют отношение к субъектам международного права каковым не является палестина вообще и вообще это непонятно ну какой-то бред на самом деле там наворотили я про это дело запишу кстати отдельное видео там и историю вопроса можно будет немножко рассказать просто вкратце почему это решение суда но юридически ничтожно в 67 году израиль захватил западный берег и восточный иерусалим и по мнению международного суда оккупировал палестинские земли но это были не палестинские земли западный берег и восточный иерусалим это была территория иордании а сектор газа это была территории египта международно признанным тот момент да но впоследствии при подписании мирного договора сначала с египтом потом с иордании те и другие отказались от территориальных претензий и их к израилю на данный момент не имеют все вопрос закрыт чем мы там оккупируем если это было иордания то был египет египет согласился иордания согласилась все я не понимаю совершенно но там есть один такой маленький такой фактик председательство в этом суде на вафсалам это ливанец вот он такой последовательный прямо такой вот прямо убежденный противник израиля это конечно ума палата назначить председательствовать суду в суде где рассматривается дело против израиля человека которые страны которая состоянии войны с израилем вот как что это такое за правосудие непонятно я уже много раз говорил о том что международные институты себя сильнейшим образом дискредитировали спасибо что смотрите мои видео не забывайте их пожалуйста поддерживать увидимся в ближайшее время всем пока